Вот какой чудесный миндальный торт я испекла на своё день рождения. Очень простой рецепт и очень вкусный торт. Нам понадобится 5 яиц, отделяем белки от желтков, берём миксер и взбиваем до состояния мыльной пены. Начинаем добавлять постепенно 130 грамм сахара. И продолжаем взбивать до состояния вот таких пиков. Добавляем 200 грамм измельчённого миндаля или по-другому миндальной муки. Постепенно, не за один раз. И хорошенько перемешиваем. Выпекать будем вот в таких формах 20 см диаметром. Конечно же, обязательно нужно смазать дно и бока сливочным маслом. Застелим пергаментную бумагу и равномерно постараемся распределить в обе формы одинаковое количество теста. Выпекаем в духовке разогретой до 180 градусов минут 20-25. Готовим крем. К 5 оставшимся желткам добавляем 150 грамм сахара, 60 грамм муки и хорошенько перемешивая. Затем 500 мл молока разогреваем до горячего состояния и 100-150 мл на глаз заливаем в эту смесь и тоже хорошенько перемешаем, чтобы всё растворилось. Заливаем эту смесь обратно в горячее молоко и ставим на плиту. И при постоянном помешивании на среднем огне готовим крем. Когда вы увидите, что начали появляться пузырьки, значит ваш крем готов. Убирайте с огня. Переливаем в посуду, в другую, и накрываем пленкой. Это для того, чтобы не образовалась корочка на креме. И ждем, пока крем остынет. Вот и наши коржики готовы. 20 минут они пробыли в духовке. Теперь достаем их из формы и дожидаемся, пока они полностью остынут. Тем временем наш крем остыл уже. Теперь добавляем сюда 100 грамм мягкого сливочного масла и миксером хорошенько перемешаем. Осталось только собрать наш торт. Обильно смажем этим чудесным вкусным кремом наши коржики. Не забудьте смазать и бока этого тортика. Сверху можно обсыпать, по вашему желанию, или кокосовой стружкой, или измельченным миндалем. Что вам нравится, или еще что-то придумайте. Я вам очень советую, оставьте часов на 10-12, чтобы коржи хорошо пропитались кремом. Вот торт у меня пробыл в холодильнике всю ночь. И затем, вот смотрите, я разрезаю. Посмотрите, как он выглядит изнутри. Можно также украсить этот чудесный торт ягодами. И посмотрите, какая красота получается. И на вкус очень вкусно. И из всех тортов это самый малокалорийный. Так что готовьте и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры! Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.